Гарантом финансовой стабильности любого государства является налоговый потенциал экономики, который определяется объемом уплачиваемых платежей в бюджет. Следует отметить, что занимаясь любым бизнесом, то есть имея небольшую точку на рынке или владея огромной корпорацией, предприниматель не может быть полностью освобожден от государственного контроля. Для налоговых органов важна эффективность организации контрольной работы как в выборе объекта проверки, ее качестве, так и в проведении мероприятий по пресечению правонарушений. Сегодня в инспекции по московскому району города Бреста состоит на учете чуть более 8 тысяч индивидуальных предпринимателей. В этом году проверками было охвачено порядка 340 человек. По результатам контрольных мероприятий, направленных на выявление нарушений налогового и нового законодательства, контроль за которым возложены налоговые органы, дано численное взыска на бюджет более 4 миллиардов рублей. К сожалению, есть плательщики, которые, рассчитывая, что авоз пронесет, уклоняются от уплаты налогов, занижая выручку, увеличивая затраты, и за это поплатились путем уплаты пенни и штрафов. За нарушение законодательства составлено 318 протоколов об административном правонарушении. Наложено штрафом на сумму свыше 150 миллионов рублей. Основные нарушения, отмечают налоговые инспекторы, установлены в оптовой розничной торговле запасными частями к автомобилям, табачными изделиями, стройматериалами, овощами и фруктами, а также в сфере оказания услуг по строительству, как показывает практика, незадачливые бизнесмены надеялись, не платя налоги, проскочить и не заплатить их, но не удалось. В ходе плановой проверки индивидуального предпринимателя, осуществляющего оптовую торговлю бытовой техникой и мобильными телефонами, установлена неуплата налога на добавленную стоимость подоходного налога местных сборов за 2007-2008 годы. Основные нарушения были установлены из-за занижения выручки, а также из-за включения в состав затрат расходов, не подтвержденных документально, что привело к неуплате налогов в сумме более 14 миллионов. За несвоевременную оплату налогов были исчислены пени в сумме 15 миллионов рублей. Всего пакту проверки до начисленной и взысканного бюджета было порядка 30 миллионов рублей. Уплата налогов является показателем высокой деловой репутации как человека, так и организации. А выполнение простых постулатов законодательства избавит от штрафов и позволит спать спокойно. У каждого из нас есть верное средство борьбы с тенью – здравый, светлый ум. Выбор за нами – работать в рамках закона или оставаться в тени.